SCP-2774 SCP-2774 Затаившийся ленивец Класс объекта Кетер Особые условия содержания Все экземпляры SCP-2774 следует уничтожить сразу при обнаружении Веб-сканер A03G32 был установлен на мониторинг и сканирование всех видов онлайн-визуальных носителей SCP-2774A и должен оповещать поисковые группы при их обнаружении В задачи поисковых групп входит проверка интернет-ресурсов и прямого телеэфира, например, наличие SCP-2774A В случае обнаружения следует немедленно отправить поисковую группу по месту Всех сотрудников, подвергшихся воздействию SCP-2774 более 5 секунд, необходимо обрабатывать амнезиаком класса С И немедленно переводить в зону 116 В связи с природой SCP-2774 рекомендуется, чтобы исследователи, направленные на SCP-2774, имели некоторую форму диетеранопии Проще говоря, нарушение восприятия красного и зеленого цветов Поисковые группы занимаются розыском пострадавших от свойств SCP и перемещением их в зону 116 на проверку наличия возможного способа излечения Пока этот способ не будет найден, зона 116 будет служить в качестве постоянного места жительства жертв SCP Смотрите приложение Альфа Для проведения опыта с субъектами в зоне 116 необходимо разрешение комитета по этике и кураторов зоны доктора Мартина Субъекты, содержащиеся в зоне 116, имеют право на ограниченный контакт Изменено Не имеют прав на любой контакт с персоналом, если это не одобрено соответствующими лицами Всем содержащимся в зоне 116 положено 2 часа социального взаимодействия с друг другом каждый день Из данного времени по полчаса отводится на завтрак, обед, прогулку вне камер содержания и ужин Субъектов не следует выпускать за пределы выделенных мест для взаимодействия или позволять им собираться в группы более 5 человек Изменено Постановлением от 15 октября 2010 года все субъекты должны содержаться в стандартных камерах содержания гуманоидов класса Евклид Любой вид социального контакта с субъектом запрещен Наряду с этим пораженным запрещено покидать свои камеры содержания до дальнейшего распоряжения Описание SCP-2774 Любой носитель информации, содержащий SCP-2774-A Сам SCP-2774-A является меметическим изображением некоего гуманоида, предположительно носящего костюм ленивца Эффекты SCP проявляются спустя от 40 до 100 часов После наблюдения SCP-A Пораженные начинают терять возможность использовать когнитивные функции и принимать решения, требующие высокого интеллектуального уровня Обретая эти возможности лишь на 150 секунд в сутки Этот период может наступить произвольно в любое время суток SCP-2774-A проявляется на любых носителях информации, не относящихся к прямому эфиру Например, в фильмах, телепрограммах, журналах и в некоторых случаях на частной фото- и видеосъемке SCP-A обычно находится на заднем фоне любой записи, в которой появляются На сегодняшний день не было ни единого случая возникновения SCP-2774 в сети интернет Единичный случай проявления аномалии в Северной Канаде, когда SCP-A появился на прямой трансляции местного телевидения Привел к переселению более 4000 человек в зону 116 Изображение сохраняет аномальность только в тех случаях, когда оно имеет красные и зеленые оттенки Следовательно, люди с диетерантопией или другими нарушениями цветовосприятия не могут быть поражены SCP-2774 Считается, что меметическое воздействие SCP-A усиливается с числом пораженных, так как по мере роста их числа учащаются и проявления объекта После ввода в действие протокола XXJ-9 сообщения об SCP-A существенно снизились Опытным путем было установлено, что помимо людей с нарушениями цветовосприятия, SCP-2774 не затрагивает и большинство наблюдателей Ориентировочно под воздействие попадает менее 40% наблюдателей Этот процент прямо пропорционален числу живых жертв SCP-2774-A Находясь под воздействием SCP-2774-A, субъекты могут двигаться, основываясь на мышечной памяти, хотя и замедленной реакцией Они очень пассивны и уступчивы к персоналу, с готовностью отвечают на простые вопросы и выполняют команды Однако имеют недостаток эмоциональной активности Будучи в сознании, пораженные никак не могут управлять сами собой в течение этого времени После наступления 150 секунд пребывания в ясности, они зачастую взволнованы и напуганы В этом состоянии субъекты могут вести себя нерационально Пораженные сообщают, что во всех подробностях помнят время, проведенное в отсутствии когнитивных функций Но сами в это время не могут осознать свои действия или влиять на них После первого восстановления когнитивных способностей, большинство оказывает ужас от осознания безысходности в своей ситуации В многочисленных случаях жертвы SCP-2774 сообщают о присутствии SCP-A, наблюдающего за ними, пока их тело автоматически движется В это время понимание реальности у субъектов теряется Субъектов следует считать нестабильными и находящимися в сознании К ним следует приближаться с осторожностью Изменено Не следует подходить к ним ни при каких обстоятельствах Те, кого перевели в зону 116, демонстрировали симпатию к SCP-A В углах помещений, где находились субъекты, нередко находили рисунки и самодельные куклы SCP-A, а также связанные с ним тексты Предположительно, все эти предметы были созданы в бессознательном состоянии В свободное время субъекты обмениваются этими вещами Изменено Любой подобный предмет должен быть изъят и сожжен, а его создателя необходимо устранить Сюда же относятся все, кто подражает поведению SCP-2774-A Следующий опрос был проведен доктором Кларой Чанг с субъектом 0866 11 июня 2010 года, после того, как подтвердилось, что субъект пришел в сознание Здравствуйте, Дэвид Если вы поможете ответить на несколько вопросов, мы приблизимся к вашему лечению Вы готовы? Субъект Не знаю, давайте быстрее Субъект нервный, юрзает на стуле Доктор Чан Поскольку у нас мало времени, не могли бы вы нам рассказать, что вы ощущаете, когда не контролируете себя? Субъект Да-да, ну по сути это выглядит так Типа представьте, вас куда-то везут в машине, а значит вы на пассажирском сидении, так? А еще представьте, что вас привязали по рукам и ногам к сидению, и вы не можете пошевелиться Также вы не ощущаете своего тела А самое ужасное, это то, что вы не можете мыслить о чем-то более 5 секунд Это сущий ад Субъект 0866 делает глубокий вдох и потягивается Доктор Чан Вы в порядке? Мы можем отложить опрос на завтра, если желаете Субъект Нет, все нормально, просто я хочу насладиться своим телом, пока не потерял его снова Когда ты застреваешь у себя в голове, хочется кричать, но не получается Часами и часами вы только и пытаетесь Там пошевелить рукой, ногой издать звук, но ничего не происходит Ты не можешь контролировать даже дыхание И тогда галлюцинация, ленивец, я Субъект 066 осматривает охранников, стоящих справа и слева от доктора Чанг Потом смотрит на часы Субъект начинает трястись Субъект Оно наблюдает за нами Я... я не смогу увидеть его снова Я просто не смогу Ничего личного, простите Субъект неохотно делает рывок к охраннику слева Субъект устранен на месте Доктор Чанг выходит из помещения После этого интервью из комнаты допроса в зоне 116 были убраны часы Следующий опрос был проведен доктором Кларой Чанг с субъектом 7444 Клэр 1 октября 2010 года После того, как подтвердилось, что субъект пришла в сознание Субъект Вы можете... вы собираетесь нас убить? Доктор Чанг Нет, мы собираемся вам помочь Сейчас у нас есть... Субъект Если хотите нам помочь, пожалуйста, просто убейте нас Это единственный способ остановить это Смысла уже нет Доктор Чанг быстро записывает Остановить что? Субъект Ленивца Я... я не знаю, что это В первые дни, когда ты застреваешь, оно появляется, кажется, только раз Два, три, чёрт, не знаю, хорошо? Но пройдёт неделя и что-то вроде... Тогда его будет видно везде Безопасных мест нет Видно краем глаза Он просто... он просто смотрит Я не знаю... не знаю Субъект теряет спокойствие Доктор Чанг Пожалуйста, вы можете продолжить про ленивца? Субъект Если я продолжу, оно накажет меня за это Ленивец всегда молчит Не ранеет ни слова Такое ощущение, что я должна стать им Я должна вести себя, как он Чтобы он от меня отстал Все знают, что он хочет Чтобы мы ему помогли А он знает, что мы не хотим Он видит нас, даже когда я просыпаюсь Я вижу, как он наблюдает за нами сейчас Прямо за вами вон стоит И то тупо смотрит на меня Когда я спрю, он иногда заставляет меня открыть глаза Мы не можем контролировать наши тела в таком состоянии Но он может А я... я просто наблюдаю за этим Оно пялится на меня всю ночь А потом начинает на меня орать Я не могу ни плакать, ни кричать о помощи Ни... В этот момент субъект становится неотзывчивый И падает на стол Доктор Чанг Клэр, Клэр, вы в порядке? Врачей сюда Нужна срочная помощь Команда врачей врывается в комнату Было определено, что субъект вернулось в предыдущее состояние Отсутствие когнитивных способностей Примерно 4 часа спустя после этого интервью Доктор Чанг подала запрос О немедленном устранении субъекта Запрос был одобрен 4 октября 2010 Доктор Чанг провела следующий опрос С субъектом 9.2.2.5 Джейсон 5 октября 2010 года После того, как подтвердилось, что субъект пришел в сознание Доктор Чанг Здравствуйте, Джейсон Чем больше мы узнаем, тем быстрее сможем излечить вас и всех остальных У нас мало времени Могли бы вы ответить на следующие вопросы? Субъект быстро кивает Доктор Чанг Отлично Так вот, остальные упоминали некие галлюцинации в состоянии недееспособности Можете рассказать, какие именно галлюцинации вы испытывали? Субъект А, типа это Ну вот мы здесь все, да И я вот с остальными Все ходят вокруг, как зомби Я вижу ленивца Нечто в костюме ленивца Оно ходит вокруг и оно управляет людьми Мелочи, простые действия, понимаете Оно проверяет, на что оно способно Даже не зная, галлюцинация ли это Доктор Чанг быстро записывает А какие вещи оно заставляет вас делать? Субъект Хорошо Глубокий вздох Ну оно обычно управляет нами Но это стало случаться все чаще и чаще Каждый раз, как приходит больше народу Оно заставляет делать нас все больше Я, я думаю, что скоро оно вынудит нас делать в разы больше Вначале оно принуждало нас делать простые вещи Типа пошевелить рукой или ногой или что-то типа того В последний раз оно заставило нас драться Помните, несколько дней тому назад? Это было оно Я видел, как оно крутило их тела Оно даже менялось Становилось темнее, становилось сильнее Например, после того, как Голова субъекта резко дернулась вперед Доктор Чанг быстро откинулась со своего стула Как только субъект начал биться в конвульсиях Охрана немедленно вбежала в комнату Субъект поворачивает голову к доктору Чанг И смотрит на нее пустым взглядом После этого интервью Штат сотрудников службы безопасности в зоне 116 был усилен А в Комитет по этике был направлен запрос На приведение в исполнение процедуры XXJ9 По прошествии двух дней запрос был удовлетворен Смотрите приложение Альфа Приложение Процедура XXJ9 По результатам интервью 0032 Я и моя команда создали процедуру XXJ9 С целью улучшения содержания SCP-2774A Мы начнем с сокращения нынешней популяции зоны 116 С примерно 6040 субъектов до 200 Со следующего месяца устранение будет проводиться сотрудниками зоны методом смертельной инъекции Расписание устранения будет выслано всем сотрудникам В дополнение оперативные группы отвечающие за контроль проявлений SCP-2774 вне зоны содержания Получили указание ликвидировать пораженных вместо перемещения их в зону Процедура была одобрена соответствующими органами и будет введена в действие на этой неделе Если вы из зоны 116 и читаете это, возможно вам придется принять участие в этом После выполнения этой задачи желающие смогут пройти обработку амнезиаком класса А Имейте в виду, как страдают люди в таком состоянии Эта процедура будет такой же пользой для них, как и для нас Подпись, доктор Лара Чанг Субтитры создавал DimaTorzok